Ачинцы сегодня простились с Андреем Марочковым. Он погиб, когда тушил пожар на складе в Каменке. Полиция задержала подозреваемого в серии краж в поселке Каменка. Парень спокойно рассказывает, как грабил квартиры односельчан. Невероятная история бабушки с коровой из Каменки. Они вместе спаслись из-под взрывов и нашли убежище за 20 километров от дома. Мы стали уже родными. В Ачинском районе продолжают подсчитывать ущерб от ЧП в Каменке. По данным районной администрации, за два дня, что там работают комиссии, обратилось более 500 человек. Напомним, оценочная комиссия ходит по квартирам и описывает повреждения имущества. Работать специалисты будут все выходные. Всего в Каменке проживает более 1200 человек. Добавим, что по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу восстановить поврежденное жилье и социальное учреждение жителям Ачинского района должны в течение двух недель. А вот в Ачинске в комиссию по оценке ущерба поступило всего 9 заявлений. Они поступили от простых жителей и от руководителей образовательных учреждений в Солнечном, Руднике, Садового общества «Металлург» и ЮВР. Об этом рассказала Галина Гришина, исполняющая обязанности первого заместителя главы города. Специалисты оценочной комиссии осмотрели все повреждения, сделали замеры и подготовили необходимые документы. Почти во всех случаях ущерб заключался в разрушении деревянных рам и незначительном отслоении стенных проемов. Для подачи заявления следует обратиться в администрацию города или позвонить по телефону, указанному на экране. Также полиция готова в короткие сроки помочь с восстановлением документов всем жителям Ачинского района, пострадавшим от взрывов военной части. По всем вопросам необходимо обратиться по телефону, который указан на экране. В поселке Каменка с понедельника начнет свою работу мобильный ФАП для медосмотра детей. Пункт мобильной медпомощи будет работать с 9 до 17 часов. Также дети из поселка Каменка в течение августа смогут пройти узких специалистов детской поликлиники номер 1, проспект Лапенково, 17. Обращаться нужно в часы приема врачей без предварительной записи. Более ста человек, близкие, родственники, друзья и просто жители города пришли сегодня проститься с героем Андреем Марочковым. 5 августа при исполнении служебных обязанностей Андрей погиб при взрыве хранилища боеприпасов в Каменке. Он был в числе тех, кто первым прибыл с пожарным расчетом на место ЧП. Роман, друг и коллега рассказывает, по тревоге выехали вместе. Только разными группами. До сих пор не может принять, что Андрея больше нет. Был хороший, отличный друг. Есть и будет всегда. В моей памяти он останется добрым, отзывчивым. С Андреем все называли его большой. Познакомился. В 2006 году прибыл работать в группу экстренного реагирования службы спасения. Тяжело, правда, говорить, но подружились мы сразу, друг друга поняли, были на одной волне, как говорится. По работе часто вместе были на поисковых работах, спасению людей, животных. Вместе ушли с отряда, вместе пришли в пожарную охрану Каменка. Ему было 45 за плечами служба спасения жизни и много планов на будущее. Его помнят как человека с волевым характером и тонкой душой, отзывчивым и настоящим мужиком, который шел до конца, несмотря ни на что. Парень такой был, всегда улыбчивый. А мы с 2001, как они с спасателями пришли, так и мы с ними работали. Вот пока почти что он в 2011, по-моему, ушел. Он вообще чудный человечек был. С 2001 по 2011 Андрей работал спасателем в МЧС. А с января 2012 был командиром отделения пожарного расчета пожарной команды воинской части в Каменке. За многие годы работы, как говорят его друзья, он был бескорыстным и всегда помогал словом и делом. Как человека знаю, очень хорошего, ответственного, добросовестного, порядочного. Никогда ни перед кем не прогибался, не имел свою точку зрения, высказать. На него всегда можно было положиться. Очень хороший человек, очень хороший человек. А плюс ко всему он еще и мой родственник. Поэтому для меня это в двойне или в двойне тяжело. Сегодня пришел его класс и первая учительница проводить его в последний путь. У Андрея Марочкова остались жена и трое детей. Похоронили героя на новом кладбище с почестями под залпы военных орудий. Анна Ахметова, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Огонь! Решай! Огонь! Решай! Огонь! Полицейские задержали мародера из Ачинского района. 19-летний житель Каменки ограбил несколько квартир в своем поселке. Полицейские выяснили, что подозреваемый разбивал окна и проникал в дома пострадавших от взрывов боеприпасов военной части. В общей сложности он украл на 49 тысяч рублей. Задержали мародера в Красноярске, в Советском районе. Вину подозреваемый не отрицал. Перед односельчанами извинился и рассказал следствию, как грабил квартиры. Потом залез в крайнюю квартиру, в четвертый подъезд. Там взял колонку оперативное зарядное. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России. Кража. Молодой человек может лишиться свободы сроком на 6 лет. Напомним, ранее в полицию поступило несколько заявлений о кражах после эвакуации в Каменке. Люди недосчитались денег и ценных вещей в своих домах. По каждому заявлению возбуждены уголовные дела. Тетрадь. 48 листов. 16 рублей. Магазин постоянных распродаж. 7 микрорайон 2А. Магазин «Оргтехника. Деталь». Продажа принтеров и картриджей. Ремонт лазерных принтеров. Заправка картриджей для лазерных принтеров. Микрорайон 7, дом 9. Спешите! Мед в магазине пчеловодства. На воскозаводе всего 500 рублей за литр. Ждем вас по адресу. Улица Свердлова, дом 18. Удаление вмятин без покраски. Проспект Лапенкова, 9. Вход с торца. В магазине «Шалуны» огромное поступление школьной одежды. А на школьную обувь действуют скидки до 50%. Первый микрорайон. ТЦ «Плаза». Второй этаж. Тонировка, шумоизоляция, автоэлектрика, автозвук, полировка. Ксеном. Проспект Лапенкова, 9. Вход с торца. Компания «Синт» представляет новый тариф «Интернет плюс КТВ». 60 мегабит в секунду. Более статовые каналы в высоком качестве. Неограниченный просмотр видео на YouTube и Иви. И это всего за 500 рублей в месяц. Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. Ащинцы после взрывов разбирают упавшие снаряды на сувениры. Сообщения об этом поступают к нам в редакцию. Чем опасны боевые снаряды в квартирах и на дачах, рассказал Анатолий Самков, генерал-майор в отставке, а сейчас депутат законодательного собрания края. Любой снаряд очень опасен. А опасен вообще даже меньшего калибра. Здесь огромные снаряды. 152 мм, 125 мм. Это гигантские снаряды. Очень опасные. Но это идиотизм, то, что вы говорите. Сложно иначе комментировать. Здесь опасность представлять не только для этого человека, который как сувенир или как, я уж не знаю для какой цели, но это опасность для окружающих. Не только для этого человека. Для его имущества, для его детей, если это взрослый человек. И особенно для ребенка, который, конечно, у них непомерный интерес к патронам, гранатам и снарядам. Поэтому, конечно, это недопустимо категорически. Категорически. Напомним, что люди находили осколки и снаряды в населенных пунктах и на дачных участках, которые находятся в радиусе 15-20 км от воинской части. Многие самостоятельно выносили снаряды с участков, а кто-то забирал домой на память. Предусмотрено ли какое-либо наказание за хранение военных боеприпасов, неясно. Получить официальный комментарий нам сегодня не удалось. Господи, куда же вы свою корову-то? Мама дорогая. Людмила Федоровна Гончаренко прошла около 20 км, спасая от взрывов в каменке свою корову и теленку. Когда я побежала, Ночка вперед меня бежала, а я за ней бежала, а потом Бычок бежал. Когда услышала первые хлопки, говорит, поняла все сразу. В части она отработала чуть не с первого дня. По шифрам снарядов на зубок знала степень опасности. Третий взрыв и черный дым стали сигналом тревоги. Из дома взяла только документы, корову-ночку и бычка Мартина. А потом через лес, через болото, вот через это все, мы шли, как говорится, кто как дорогу найдет. И тонула я, я и боялась, что там в болоте мы утонем в этом. Ночка утонула передними ногами, еле вылезла, вся в грязи была. И все равно она, я уже думаю, все, наверное. Нет, мы перешли через это болото, вышли на поляну. И они даже вот шли, они даже травинки ни разу не схватили. Они просто шли, шли, шли. Вот. Как по инерции. А вот когда были хлопки сильные, она просто вздрагивала, мотала головой, видать, и уши закладывала. И она даже качалась. Вначале, говорит Людмила Федоровна, шли вместе с солдатами. Но попутчиков подобрал военный КАМАЗ. Дальше втроем, не зная дороги, по лесу. Затем надобрались до ключей. Люди оттуда уже эвакуировались. Встретили их собаки. Собаки на нас напали. Ну, мужчина нам помог там. Я не знаю, не буду лгать. Я не знаю, даже не запомнила. Он остановился, помог нам от совак отбиться. Но больше отбивалась корова. Она стала ко мне задом. И давай их рогами раскидывать. За поселком наткнулись на людей. Их помнит по именам. Александр и Сергей накормили, уложили в палатку. Из ключей, говорит Людмила, предлагали уехать автобусом. Она не бросила своих. В Ястребово, Ночка, Мартин и Людмила Федоровна пришли в пять утра. Корова, бычок, ну это же скотина просто. А вы рассказываете о них, как о, ну я не знаю, как о детях родных. А почему не бросили-то? Почему не о себе рассказываете? Как вам страшно, больно? Я не знаю, как тяжело было идти эти 20 километров. Вы как минимум прошли. А я не помню себя. Я о них только помню. Но они же живые. Как я могла их бросить? Понимаете? Они же такие, как люди. Они же меня, как говорится, они меня и кормили. И все делали. Она даже от собак меня защищала. Ну как вот можно бросить? Она же как человек. Она все понимает. Вот сейчас даже ребятишки к ней, они привыкли. Они, понимаете, они заводят ее, поят, кормят ее. Ну, ребятишки, понимаете? Вот такое животное у меня. Тихонько, тихонько. Ну иди, тихонечко, иди. Трошечка Мартина выпускает. Не бодливая? Нет. Она ласковая. Вот он наш герой. Я думала, бычок-то уже большой. Нет. Сейчас горох будет. Мартин, да? Бабушка поспала полтора часа, сказала, девочки, мне надо по восьмого коровку доить. Мы бабушку подняли, коровку подоили, то, что молочко надоили, наварили кашу. Кто вот у нас были? Беженцы. Беженцы. Ну, не беженцы, эвакуированные. В местной школе с другими эвакуированными баба Люда провела всего пару часов. Центры временного размещения не были рассчитаны на коров и телят. Отряду под командованием Людмилы Гончаренко нашли другой дом. Было сразу сказано, к нам, Людмилу Федоровну, с коровы, как только приедем. Поэтому мама вернулась козульке с детьми, и они сразу же вернули, пришли, забрали, и все. Я вообще думала, они ее сразу туда понесли. Когда она мне позвонила, я говорю, а что ты думаешь, у нас в огород пустой, сено полный огород. Так что все нормально, все хорошо. Мои члены семьи. Повернись детьми немножко. Тебя же тут делают. Они услышат, а теперь уже к Романовне привыкли. Она только выходит, они начинают кричать. Все. Это у вас прям это, семейное фото на память получится. Да, мы сказали, что мы родные люди теперь стали. Я даже своим сказала, что у меня теперь двое внуков, еще родственники. Доча приезжала к нам вчера. Ваша дочь? Да. Приезжала доченька, все. Все у нас хорошо. Мы теперь уже все родные. Да, мы родные люди теперь. Мы плакали, знаете, как с ней, когда мы это... Так что все хорошо. А молоком-то напоится? Да, конечно. Да, конечно, напоим сейчас. Давай. А говорят, нельзя двоими не называть. Вот он ставит ночь. Но сейчас молочко наливает, слышишь? Молоко-то, слушайте, какое жирное-то у нее. Вкусное очень. Вкусное очень молоко. Мартин подкалкивает сзади. Спасибо. Пожалуйста. Молодцы. Нет, надо до конца допить. Да, да. Не напивайте. Когда я еще буду пить от такой героической коровы молоко, скажите мне, пожалуйста. Узнайте. Накануне утром Людмила с ночкой и Мартином вернулись в свою каменку. Ее изба пострадала, но теперь у них есть второй дом. Спасибо. Я очень благодарна. Они теперь все – моя семья. Когда случаются ЧП, страдают не только люди и их имущество, но и животные. Кого-то забывают в спешке дома, а кто-то просто теряется при эвакуации. В приют «Доброе сердце» продолжают привозить найденных домашних животных. Когда в каменке начались взрывы, многие кошки и собаки испугались и убежали из дома. Теперь хозяева и животные из самой деревни и Ачинского района ищут друг друга. В приюте шесть питомцев, убежавших в день пожара. Одни потеряшки были в ошейниках, другие – без них. Но видно, что все они домашние. Три кошки найдены недалеко от каменки. Во время взрывов питомцы получили сотрясение мозга. Пока пришел в себя только один найденыш. Еще две кошки находятся в комнате для больных. На трассе Ачинск-Красноярск сотрудники приюта нашли еще трех собак. Животные несколько дней не ели и не пили. Администратор говорит, что только одна собака прикоснулась к еде в тот день. И сегодня у нее праздник. Хозяин нашелся. Дома супруга была, но она убежала, испугалась. Кошки убежали, собаки. Маленькая дома, а эта вот убежала. Берда. Тумазая все. Поедем на море. Но так везет не всем. Некоторые ждут своих хозяев месяцами. А для кого-то оказаться в приюте – уже счастье. Здесь сотрудники их накормят и приласкают. Ну вот этого вот нашли сегодня. Бегал по дороге, потерянный, худой очень. Видно, что несколько дней без воды, без еды. Попил и поел. Ну как бы не то, что поел, накинулся даже на еду, я бы сказала. Вот, потерянный мальчишка, скорее всего. Я не знаю, чей он. Из-за взрывов в Каменке много потерянных животных и в Ачинске. Люди привозят их сюда каждый день, да и сотрудники подбирают. Но места в приюте немного. Разместить можно около 150 животных. Поэтому сейчас приют для приема новых животных закрыт. Фотографии пропавших животных можно посмотреть на странице приюта «Доброе сердце» ВКонтакте или Инстаграме. Если вы узнали свою кошку или собаку, то забрать их домой можно из приюта. Он находится на шоссе Байкал за кафе «Лимонадный Джо» в сторону ипподрома. Работает ежедневно. Время посещения с 10 до 17. Телефон вы видите на экране. Мария Липченко, Вильдан Калимулин, телеканал «ОСА». Спонсор прогноза погоды – компания «Енисей Агра». Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базе Кирова-3, склад 10. Компания «Енисей Агра» Субтитры сделал DimaTorzok